Здравствуйте, уважаемые ученики 11 класса! В понятиях и терминах продолжаем повторять историю, всеобщую историю в 11 классе. Термин 49 – новая экономическая политика. Чаще по аббревиатуре это звучит, а именно НЭП сокращенно. Итак, НЭП – это экономическая политика, проводившаяся в 20-х годах 20-го века в Советской России и СССР. Принято 15 марта 2021 года 10-м съездом Российской Коммунистической Партии Большевиков. И новая экономическая политика сменила политику военного коммунизма, которая проводилась в ходе гражданской войны и интервенции, которые привели Советскую Россию к значительному экономическому упадку. Главное содержание новой экономической политики – это замена продразверстки продналогом в деревне. Дело в том, что при продразверстке изымалось до 70% зерна, а при продналоге только до 30%, что, конечно, почти в 2,5 раза меньше, чем при продразверстке. Использование рынка и различных форм собственности, а также привлечение иностранного капитала в форме концессий и проведение денежной реформы в 22-24 году – все это тоже явление новой экономической политики. Дело в том, что особенно проведение денежной реформы в 22-24 годах 20-го столетия привело к тому, что рубль стал свободно конвертируемой валютой. Перед советским государством стояли проблемы финансовой стабилизации, а значит подавление инфляции и достижение сбалансированного государственного бюджета. И все это очень короткое время, в несколько лет было достигнуто. Стратегия государства, нацеленная на выживание в условиях кредитной блокады, определила приоритеты СССР в составлении балансов производства и распределения продуктов. Новая экономическая политика предполагала государственное регулирование смешанной экономики с использованием плановых и рыночных механизмов. В основе новой экономической политики лежали идеи работ Владимира Ильича Ленина, а также дискуссии о теории воспроизводства и денег, а также принципов ценообразования, финансов и кредита. Новая экономическая политика позволила быстро восстановить народное хозяйство и экономику, разрушенную Первой мировой войной, а также гражданской войной в России. Идеи новой экономической политики оказали влияние на Дэн Сиапина и последующее бурное экономическое развитие Китая, начиная с 80-х годов. Каковы же предпосылки для новой экономической политики? Дело в том, что к 20-му году 20-го столетия Россия буквально лежала в руинах, имеется в виду Российская империя, ну и Советская Россия в будущем. Из бывшей Российской империи вышли огромные территории, а именно Польша, Финляндия, Латвия, Истония, Литва, Западная Белоруссия, Западная Украина, Бессарабия. По подсчетам специалистов, численность населения на оставшихся территориях едва достигала 135 миллионов человек. Во время военных действий особенно пострадали Бакинский нефтяной район, Донбасс, Урал, Сибирь. В Донбассе были разрушены многие шахты и рудники. Из-за нехватки топлива и сырья остановились заводы. Рабочие были вынуждены покидать города и уезжать в деревню, чтобы выжить. Значительно сократился объем промышленного производства. Да, что там сократился, он упал почти до нуля. А вследствие этого резко сокращалось и сельскохозяйственное производство. Таким образом, задача внутренней политики советского государства составляла восстановление разрушенного хозяйства, создание материально-технической и социально-культурной основы для развития, для того, чтобы выжить. Крестьяне, возмущенные действиями продотрядов по продоразверстке, не только отказывались сдавать зерно, но и стали подниматься на вооруженную борьбу. Восстание охватили Тамбовщину, Украину, Дон, Кубань, Поволжье, отчасти некоторые районы Сибири. На подавление этих выступлений были брошены части Красной Армии. Но недовольство затронуло и армию, и флот. 1 марта 1921 года моряки и красноармейцы Краженштамского гарнизона под лозунгами «За власть или за советы и власть без коммунистов» потребовали освобождения и заключения всех представителей социалистических партий, а также проведения перевыборов советов и исключения из советов всех коммунистов. Естественно, что штурм Кронштанта подавил восстание, но необходимо было предпринимать экономические меры и экономико-политические меры, чтобы это дело прекратить, иначе бы советская власть просто напросто не устояла. То есть новая экономическая политика, она еще и явилась фактором предотвращения революционных выступлений. Итак, как ранее уже я сказал, декретом ЦИК от 21 марта 1921 года, принятым на основании решений 20-го съезда партии, продразверстка была отменена и заменена натуральным продналогом, который был более чем вдвое ниже. Столь значительное послабление дает определенный стимул к развитию производства, уставшему от войны крестьянству. Правда, введение продналога, оно не стало единичной мерой. 20-й съезд провозгласил новую экономическую политику, ее суть допущения рыночных отношений. НЭП рассматривался, конечно же, как временная политика, направленная на создание условий для социализма. Но главная политическая цель НЭПа – снять общественную напряженность, укрепить социальную базу советской власти в виде союза рабочих и крестьян, то есть смычки города и деревни. А экономическая цель – предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. Но была также и социальная цель – обеспечить благоприятные условия для построения нового общества, не дожидаясь мировой революции. Кроме того, целью НЭПа было восстановление нормальных внешнеполитических связей и преодоление международной изоляции. Спасибо за внимание. На следующем 50-м видеоуроке мы с вами изучим термин «советская модернизация». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok